Дневной рубеж. Считает сомнительную идею интервью Зеленского, в котором он заявил об угрозе странам региона со стороны Российской Федерации. Это сообщение официального представителя МИДа Казахстана. И вообще казус у Зеленского случается один за другим. Вот решил он признать Палестину. Официально уже нашли там объяснение. Это подполковник армии США Эрл Расмусон в интервью «Известием» объясняет такие шаги Зеленского. Просто хочет поиграть, заигрывать с арабским миром. США, очевидно, не поддерживают слова Зеленского о признании Палестины. Что бы он ни говорил, США не позволят другим странам в ООН считать так же. Но таким образом он получает больше поддержки от европейских стран. Конечно, он отдаляется от США, но он предвидит, что в любом случае будет в скором времени отдален от США из-за выборов. Сейчас он умиротворяет Европу и в какой-то степени арабские страны. Будет ли Палестина отдельной страной, полностью признанной на международном уровне? Скорее всего, нет. Израиль никогда не пойдет и не согласится на это. И, как следствие, США тоже. Для Зеленского признание Палестины мало что значит. Через 10 лет Украины может вовсе не быть. Интересное решение со стороны Зеленской. Ведь, ну, если ты Палестину признал, тогда, а почему бы не признать Донбасс? Лучше уж поздно, чем никогда. Крым, естественно, Луганск. Ну, и все исторические территории России. Если Палестину можно, то почему? Все остальное-то нельзя. Вместо этого, конечно, Запад подстегивает войну. Зеленский в том числе. Нидерланды официально заявили, что позволят Киеву использовать свои F-16 для нанесения ударов по военным целям на территории России. Это заявляет Министерство обороны Королевства. Украина может сбивать самолеты в российском воздушном пространстве, спереданных Германии систем Патриот. Вот отныне они, возможно, будут пренеменяться в Харьковской области и над Россией. И отлично они подходят для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают ужасные планирующие бомбы. Это заявляет глава немецко-украинского ситуационного центра генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдик. Ну, и, конечно, куда же без Американского Белого дома. Координатор Джон Кирби объясняет, почему Байден разрешил бомбить Россию. Президент пересмотрел свою позицию, дал добро Украине, спрашивает его на удары по территории России американским оружием. Что побудило его так переключиться? И не опасаетесь ли вы, что это втянет США в прямой конфликт? Ведь это раньше беспокоило президента. С самого начала этого конфликта, говорит Кирби, мы опасались эскалации. И эти опасения остаются в силе. Президент сказал, что не хочет нести ответственность за начало Третьей мировой войны. Мы не ищем конфликта с Россией, ядерной державой. Вот так. Где-то в начале мая украинцы столкнулись с невероятной силой давлением на Харьков. Город на север Украины. Недалеко от российской границы. И они попросили об ограниченном разрешении использовать оружие, поставляемое США, против нависшей угрозы. Прямо у границы. Так что мы говорим о военных сооружениях, огневых позициях и тому подобном. Логистических базах, которые русские использовали для создания своего рода буферной зоны, чтобы продолжить удары по Харькову. Президент посмотрел, поговорил с международной группой, убедился, что правильно понимает все последствия запроса, после чего его одобрил. Он ограничен Харьковской областью и ограничен в отношении целей, которые они могут поразить. И как далеко они могут зайти. Это Джон Кирби, представитель Белого дома, о разрешении Байдена наносить удары по территории России. Ну а дискуссия на самом деле это продолжается, потому что встреча была между представителями Китая и Пентагона. И научный сотрудник Академии военных наук Народно-особорительной армии Китая Цао Янчжун задавал вопрос Лойду Остину. Спрашивал, не собирается ли Вашингтон устроить в Азии еще одну Украину. Судя по тому, что отвечал Лойд Остин, похоже собирается. Мой вопрос в том, спрашивает председатель Китая, планирует ли США создать в Азиатско-Альянском регионе систему альянсов, подобную НАТО? Расширение НАТО на восток привело к украинскому кризису. Как Вы думаете, какие последствия для безопасности и стабильности этого региона? Будет иметь укрепление системы альянсов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я почтительно не согласен с Вашей точкой зрения, говорит Остин. Не согласен с тем, что расширение НАТО вызвало украинский кризис. Этот кризис был вызван тем, что господин Путин принял решение незаконно вторгнуться к своему соседу, который в тот момент имел более слабые вооруженные силы. Это произошло из-за решения, принятого господином Путином, говорит Остин. Что касается того, пытаемся ли мы создать НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, страны-единомышленники со схожими ценностями и общим видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона работают вместе для достижения этого видения. Это добро, и мы продолжим делать подобные вещи в будущем. В общем, конечно, ничего нового Ллойд Остин не сказал, кроме того, что пообещал продолжать воевать. И уперт с Вашингтона в стремлении проливать чужую, главным образом, кровь, удивительным образом не вызывает никакого отрицания у вассалов Америки. Прибалтика, Германия, Франция, похоже, смирились со своей участью. Лишь немногие пытаются разбудить Европу, за что, конечно, получают ярлык врагов демократии и агентов Кремля, как Виктор Орбан. «Венгрии напрасно хотят купить, она не продается», — говорит Орбан. «Она так цена именно потому, что не продается». «Не продается ни Брюсселя, ни Вашингтона, ни Соросу». «Дамы и господа, мы никогда не собирались с такой огромной толпой перед европейскими выборами. если бы мы только могли нанести удар по нашим противникам, они бы полетели в Брюссель. Но мы этого не сделаем, потому что в Брюсселе достаточно провоенных политиков». «Друзья мои, сегодня Европа готовится к войне». «Ежедневно объявляя прохождение очередного участка дороги в ад». «Каждый раз мы говорим о 100 миллиардах евро для Украины». «Размещение ядерного оружия в центре Европы». «Призыв наших сыновей в иностранную армию». «Миссия НАТО на Украине». «Европейские военные подразделения на Украине». «Друзья мои, кажется, что у провоенного поезда нет тормозов, а инженер сошел с ума». «Машинист, видимо». «На европейских выборах мы предпримем не что иное, как остановим этот поезд». «Мы должны нажать на экстренный тормоз». «Чтобы хотя бы те, кто хочет, могли сойти и не ввязываться в эту войну». «Ну а тем временем выясняется, что деньги на оборону Харькова банальным образом разворовали. Очень много про это говорили, даже Зеленского показывали. Он ездил там в каких-то канавах, ходил, позировал, строили-строили, ничего не построили. Это британский аналитик Тони Норфилд рассуждает и напоминает. «Назад проникли украинские фашисты, так что это немного изменило его характер. Но в целом это по-прежнему в значительной степени русскоязычный город, сочувствующий России». «Так что Украина должна была построить множество укреплений вокруг этого города, ты же знаешь, на окраинах и все близко к границе с Россией, чтобы предотвратить российское наступление». «Что произошло? Они украли большую часть денег и не построили ни одного укрепления». Так что это своего рода нелепая ситуация, когда Украина, о которой много писали в западных заголовках в 2020 и 2021 годах, как о самой коррумпированной стране в Европе и так далее и тому подобное. Потом они не хотели говорить об этом, ты знаешь, как только началась война, но это все еще происходит. Итак, ты знаешь, что большая часть оружия, отправленного НАТО, была продана на черном рынке. Не все из них, конечно, ты знаешь, основная часть, конечно же, идет украинской армии, но изрядная доля процента продается на черном рынке. «Деньги, выделенные или отданные на укрепление фортификационных сооружений, в конечном итоге оказываются в чьем-то кармане и покупаются, ты знаешь, еще одна вилла в чужой стране для кого-то из окружения Зеленского, ты знаешь». Украинцы уверены, что их правительство ворует, но абсолютно не понимают, откуда точно. По мнению украинцев, их политики теперь воруют не только из государственных средств, но и с помощью Запада. Кто бы удивлялся, но об этом пишет Францинфо издание. Там все настолько непрозрачно, что никто не может понять, откуда воровать, просто очень много источников, откуда можно что-нибудь украсть. Тут, на самом деле, удивляться нечего. Вот этот дрон затрофеяли наши бойцы, он стоит, Пума, если не ошибаюсь, название его рабочее, покупают его за 250 тысяч долларов. Сделан из какого-то утеплителя, холодной сварки, еще не пойми чего. «Отряд «Терпис» сбил разведливый беспилотник армии США, поставленный Украину за счет американских налогоплательщиков. Вот он у нас. Есть сегодня ТРК-20 «Пума», практически в полном комплекте. Помешал ей долететь к месту выполнения задач наш РЭП. «Терпадение» она повредилась, если на нее посмотреть, это уже не первый раз. Она, вон, вся сделана из холодной сварки. Внутри уже набита утеплитель из строительного магазина по всему фюзеляжу, потому что, видимо, техника не справляется в условиях реальной войны и постепенно разваливается. Данный образец стоит 250 тысяч долларов. Американских налогоплательщиков, на которые можно было сделать что-то полезное для своей страны. Вот у нас есть камерный блок с дальномером. Конечно, по характеристикам, самое главное, по стоимости, сильно уступает нашим образцам, тому же «Орлану-10». И по высоте, и по дальности, и по качеству картинки есть преимущество относительно удобства запуска, удобства посадки. Но наши парашюты, наверное, все-таки лучше, потому что, опять же, вот эти мягенькие штуки не спасли всю переднюю часть фюзеляжа от разрушения. Ну и, я так понимаю, остальную часть фюзеляжа тоже. Блок управления данным образцом. Сейчас мы его достанем, покажем. Ну, что он из себя представляет. Не молодой уже, издавший виды. Ну, сделано, конечно, все очень красиво, аккуратно, но не очень эффективно. 250 тысяч долларов. Вот это вот обходится, ну, по сути, по всему, американским налогоплательщикам. Ну, это, конечно, такая иллюстрация разных реальностей, в которой существует и Украина, и Западный мир в одной реальности. Украина — это самая демократичная страна, о чем недавно товарищ Зеленский тут говорил. В другой они побеждают Россию, в третьей экономика России разорвана в клочья, в настоящей реальности нищета, воровство, ненависть, безысходность, которая ведет в бездну. И самое, наверное, неприятное для Украины, что эта бездна в какой-то степени пока что устраивает Вашингтон. Отчасть, наверное, потому что они просто не знают, что делать с Зеленским. Зеленский зачистил поле внутриполитическое настолько, что убери его, неизвестно кого вместо него ставить, потому что либо разницы особой не будет, ну, либо просто действительно нет других персонажей, которые могли бы что-то сделать, чем-то управлять. Настолько все не самостоятельно в украинской политике. Американский профессор Джон Мершаймер говорит о возможном перевороте, но, опять же, запрос на этот переворот есть. Но главное, хочет ли это у Вашингтон? Ситуация совершенно ясна. Русские имеют преимущество. Они явно имеют преимущество. Их преимущество над украинцами растет с каждой неделей. И было бы неудивительно, если бы этим летом или этой осенью украинская армия развалилась. Так что совершенно ясно, что происходит на поле боя. Что касается того, что происходит в политической сфере в Киеве, то здесь не все так ясно. Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что у Зеленского проблемы, потому что можно привести аргументы в пользу того, что он больше не является легитимным. И в стране есть большое недовольство данными о том, как идет война. И тот факт, что у них есть банды вербовщиков, которые собирают молодых людей и даже пожилых мужчин, чтобы отправить их на военную службу, говорит о том, как мало энтузиазма вызывает война у широкой общественности. Так что у него есть реальные проблемы. Я не знаю, кто внутри правительства или внутри внешнеполитического истеблишмента в Киеве является возможным кандидатом на его замену. Я не знаю, насколько глубоко недовольство и может ли произойти переворот. Все это возможно, но очень трудно сказать издалека, но нет никаких сомнений в том, что у него проблемы. Могут ли Соединенные Штаты добиться смены режима с помощью пары телефонных звонков, смены режима на Украине? Я думаю, что мы, вероятно, могли бы сделать многое для достижения этой цели. Неясно, хотим ли мы этого. Я имею в виду, что Зеленский наш парень, и мы работали с ним рука об руку. Я не думаю, что у нас есть какой-то реальный стимул избавиться от него. И, как вы знаете, вопрос о том, является ли хорошей или привлекательной идеей избавиться от Зеленского, в значительной степени зависит от того, кто его заменит. И он не видит на горизонте никого, кто выглядел бы значительным улучшением по сравнению с Зеленским. Так что я думаю, что мы застряли с Зеленским, и он застрял с нами, и у нас обоих большие проблемы. Мы застряли, это правда, но на самом деле одного не очень понимает Джон Мершаймер и его собеседник, судья Наполитана, что если вдруг Вашингтону понадобится сменить Зеленского, никто его не будет менять. Его просто банально прикончат, чтобы он доиграл свою роль до конца, потому что в мертвом состоянии он гораздо выгоднее для Америки. Здесь можно будет, естественно, обвинить российские спецслужбы, что угодно, сделать из него такую сакральную жертву. Этот вариант наверняка существует и пока что лежит, возможно, где-то еще в столе у американских сценаристов. Но нежеланием лететь в бездну вслед за Зеленским, наверное, можно объяснить и отсутствие Байдена на саммите Швейцарии. Тоже, наверное, неприятный сигнал для киевского режима, потому что обещали кого-то прислать от Америки, но точно это будет не Байден, и, видимо, уже не Камала Харрис, не сказали даже кого. Вот еще один момент. Вместо премьера Австралии на саммит в Швейцарии, так прорекламированный киевским режимом, прибудет министр системы страхования инвалидов. Других делегатов не нашлось. Китая, понятно, тоже не будет. Саудовской Аравии тоже. Саудиты, потому что просто не видят смысла участвовать в саммите без присутствия России, как, собственно, и Китай об этом говорил. Пакистан тоже пропускает. Тут, наверное, конечно, Зеленский вряд ли расстроится. Глава МИДа Венгрии Сиярта тоже говорит о нежелании принимать участие в этом так называемом саммите мира. Мы ценим усилия Швейцарии по созданию мира. Мы ценим каждое усилие в отношении миротворчества. Но в то же время мы согласились с коллегой, что эффективный мирный переговор мог быть проведен только в том случае, если все участники войны будут сидеть за столом. Поэтому окончательного решения по участию в саммите пока нет. Но уже тут строят прогноз, что, скорее всего, наверное, приедет Прибалтика, точно приедет Боррель. Ну и, может быть, еще какие-то желающие найдутся. Будет такой междусобойчик. Зеленский, конечно, будет вопить о саботаже. Собственно, уже вопит, обвиняет во всем Китай. Но, в конце концов, ему ждали утешительное разрешение бомбить Россию. Вот и будь доволен. Разрешение, которое на самом деле просто сделали публичным и которое было уже выдано ему давно. Просто удары по Белгороду другим городам либо не замечали, либо делали вид, что это некая самодеятельность нацистов, которую Запад не одобряет, теперь одобряет. И вполне открыто и ничего не стесняясь.